Что проявить себя? В общем, окей, так, на запись я поставил, все, сейчас давайте там начнем Не очень понял, что вы имели в виду, ну ладно Сегодняшняя тема звучит как Как настроить OpenPGP для электронной почты и обменяться открытыми ключами Меня зовут Алексей Ницца и, собственно, поехали В первую очередь хочу сказать пару слов спасибо фонду Fox Media За предоставленную возможность проводить вебинары на платформе webinar.ru Фонд занимается очень важными социальными проблемами Можете зайти на сайт посмотреть Презентация также потом будет выложена Ссылки кликабельны Меня зовут Алексей Ницца, как я уже сказал Моя почта здесь, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать мне напрямую Я являюсь event-редактором, то есть все, что касается анонсов, мероприятий и так далее И работы с инфопартнерами Также я делаю видеоуроки Такие небольшие видео, которые, собственно, помогают понять, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом Для того, чтобы сделать вашу работу более эффективной Независимо от того, что вы делаете на самом деле Потому что сейчас достаточно много сервисов, которые действительно помогают быстро сделать то, что вы раньше не могли бы сделать Или будут делать очень долго В том числе касаемо инфографики, дизайна, прототипов, безопасности и так далее Также, то есть этот слайд показывает Собственно, есть плейлист у нас на YouTube Вы можете кликнуть и перейти и посмотреть Сейчас там уже достаточно много видеоуроков Больше 80 Так что можете найти что-нибудь интересное в любом случае Дальше также я записываю вебинары И мы выкладываем это в плейлист на YouTube В том числе я записываю просто свой экран Это сделано для того, чтобы просто качество звука было лучше, чем запись через webinar.ru Вы также можете посмотреть те вебинары, которые проходили И также есть раздел вебинар на нашем сайте То есть можете также зайти в раздел мероприятий Там будет ссылка на вебинары И можете посмотреть все те вебинары, которые уже проходили Ну, я думаю, что там Вы не первый раз, наверное, там участвуете в вебинаре Либо знаете, чем мы занимаемся Поэтому я там более подробно рассказывать не буду особо Да, и вот сегодняшняя тема Я вот когда готовил анонс Я долго пытался найти такую интересную картинку Вот я нашел, мне кажется, она как бы На самом деле очень хорошо показывает Суть вообще вопроса То есть для чего это все нужно Для чего нужна цифровая безопасность вообще И, то есть, наверное, у каждого есть свой ответ Но вот если вкратце, то нужно сказать, что сейчас именно такое время Когда у нас, ну, там, по причине, например, там, допустим Покупки авиабилетов или еще чего-то Мы можем свои какие-то там конфиденциальные данные, да Там передавать через электронную почту и так далее Другим людям Соответственно, злоумышленники совершенно спокойно могут завладеть Этой информацией и, там, применить ее против вас То есть это касается всей такой важной информации Которая есть у вас И которую, например, вы хотите, там, выслать Какому-то другому человеку В том числе это могут быть и пароли от каких-то сервисов И так далее Поэтому, собственно, мы в теплице Вот буквально недавно Приняли такие вот нормы Безопасности Где сами мы внутри стараемся выполнять это, делать это То есть шифровать какие-то важные Шифровать важную почту Тем самым показывая необходимость это делать Не только, там, каким-то важным компаниям, организациям Но и простым людям Чтобы просто потом вы не пострадали Потому что, например, сейчас В принципе, если вы пользуетесь, там, Gmail, да То почта от Google То, по сути, получив доступ к вашей почте Можно получить доступ вообще ко всему, да То есть это и документы Это, ну, в принципе, все, что угодно Это аккаунты Если есть какие-то там пароли в письмах Это аккаунты других соцсетей и так далее То есть вот это все Это может обратиться против вас И не только против вас лично Но и против вашей организации и компании Что, ну, то есть И пострадать можно достаточно все серьезно Поэтому нужно использовать как минимум шифрование Вот сегодня я расскажу о таком шифровании Которое используется именно при передаче электронной почты То есть когда вы пишете электронное письмо К какому-то собеседнику Так, я все-таки не очень понял, что имел в виду Константина Наверное Сейчас я открою сайт Да, наверное, надо показать свой экран Сейчас, секунду Так, демонстрация экрана Начать Так, сейчас вы должны видеть то, что я показываю И сегодняшний вебинар, он важен Но также у нас будет митап 2-го числа Который будет, собственно, Мария Борисенко проводит митап И вот будет митап, как защитить личную информацию в интернете Сергеем Матвеевым И также это продолжение темы безопасности Вы можете совершенно спокойно сходить туда и послушать Посмотреть, как это будет Там более подробно будет рассказано То есть это будет 2-го июля в 7 часов вечера И я ссылку скину вам Ну, окей, я, наверное, понял, что вы имели в виду Но в любом случае, если есть какие-то вопросы Задавайте мне их лучше в письменном виде Чтобы я просто не отвлекался Так С этим понятно Давайте вернемся обратно Некоторое время к слайду Мы потом перейдем дальше Собственно, тема важная И давайте вообще поговорим о том Что такое PGP Что такое OpenPGP и так далее и тому подобное Что это такие вообще за буквы Что они обозначают Итак PGP Это от английского Pretty Good Privacy То есть достаточно хорошая безопасность Это программное обеспечение Которое позволяет выполнять операцию шифрования И цифровой подписи Как сообщений файлов Так и другой информации в электронном виде И первоначально это программное обеспечение Было разработано Фильпом Циммерманом в 91-м году То есть, если интересно Вы более подробно можете почитать В Википедии Вот, нажав на PGP Там ссылка активная Что это такое? То есть, вот PGP Это программное обеспечение Оно имеет достаточно много реализации И совместимость с достаточно большим числом Других программ И в том числе это благодаря стандарту OpenPGP И также нужно сказать Что существует реализация Этого программного обеспечения В принципе для всех операционных систем То есть, независимо от того Чем вы пользуетесь Маком, Windows, Linux Все это можно найти И кроме свободно распространяемых реализаций То есть, вариантов Программного обеспечения Которые используют PGP Есть также и коммерческие Опять же, есть ссылка Где вы можете более подробно почитать Если интересно Но Так вот, эволюция проходила Следующим образом Что в конце концов PGP столкнулись С различными Спорами по патентам И Было решено Вот Создать такой внутренний стандарт Необремененного PGP Да И Чтобы Такой алгоритм Не имел проблемы с лицензиями И вот В 97-м году PGP Они предложили стандарт OpenPGP Который является Таким Открытым Свободным Программным обеспечением И вот С 99-го года Силами фонда Свободного программного обеспечения Была создана Свободная реализация OpenPGP Которая называется GNU Прависи Гард Опять же Если это интересно Можно почитать Но суть в том Что просто Это открытая версия Программного обеспечения PGP Итак Теперь Как работает это В двух словах Опять же Я не являюсь программистом Я совершенно не понимаю В коде И так далее Я просто говорю Как обычный пользователь Как обычный человек Значит PGP работает на Основной асимметричной Криптографии Что это такое Это когда есть Связка Ключей То есть Две пары Ну Две потому что Есть Человек Да И есть Другой человек Получатель То есть Существует пара ключей Это закрытый ключ Который хранится Только у владельца И он нужен Для расшифрования Данных И цифрового подписания Есть еще Открытый ключ Который не нуждается В защите Его можно Куда угодно Размещать И вот сегодня Я буду показывать Куда собственно Это в том числе И фейсбук Как ни странно То есть Теперь мы можем В фейсбуке Прикрепить свой Открытый ключ Любой человек Который хочет С нами Обмениваться Какими-то Защищенными Письмами Он может скачать И так далее Продолжить общение Как именно Я покажу позже То есть Суть вот Как я и сказал Что можно взять Открытый ключ Адресата Из любого Открытого источника То есть Это может быть Опять же Веб-сайт И все что угодно И никто Кроме получателя С соответствующим Закрытым ключом Не сумеет Прочитать Ваше письмо И это очень важно То есть Если вы хотите Обмениваться Какой-то Конфинфициальной информацией Это работает И сегодня Будем говорить Об Enigma Это собственно Дополнение Для Одного из Почтовых Программ Это Mozilla Thunderbird То есть Это именно Программа Которая устанавливается На ваш компьютер Опять же Независимо от того Что вы используете Windows, Mac Или так далее И как дополнение Вы устанавливаете И это дополнение Позволяет Создавать Расшифровку И подписание Электронных писем На основе OpenPGP Релиз Enigma Состоялся В 2003 году И вот С 2003 года 2001 года С 2003 года Поменялись Руководители И стал Патрик Бруншвик А изначально Был Раммалинг Сараван Сараванон Даже выговорить Сложно То есть На самом деле Это самый Такой мне кажется Простой способ Есть конечно Другие способы Да Вот использование Почтовых клиентов И так далее Опять же О некоторых Из них говорил уже Можно про Веб-версии Говорить Но вот это Такой базовый Вариант Когда Он более Качественен И вы можете Обмениваться Именно Безопасно Почтовыми сообщениями Электронной почты То есть мы Сегодня будем Рассматривать Именно Сандерборд И Эникмейл Это такая Связка Очень простая Бесплатных Программ Которые Работают Достаточно Хорошо И быстро И для себя И для вас В том числе Я написал Такой чек-лист Установки Настройки По которым Мы сегодня Попытаемся Пройти В принципе Достаточно Все просто С одной стороны С другой стороны Могут возникнуть Некоторые сложности Которые Ну там Могут просто Возникнуть То есть Суть проста Вы для начала Должны скачать Программу Установить И настроить Учетную запись Почты То что значит Что вы сможете Получать вашу почту Там с веб-сервера Независимо от того Что вы там Используете Gmail например Или что-то другое А у Google Chrome Или Safari Есть такие программы Милена спрашивает А я отвечаю вам Что это не расширение Для браузеров А это конкретно Стандартная программа Которая никак Не связана с браузером Вы ее скачиваете На свой компьютер И сейчас Я буду показывать как Окей Ну в принципе Более детально Мы можем возвращаться Просто к этому чек-листу Более подробно В процессе Чтобы сейчас Просто не быть голословными Я вот в начале Писал вам о том Что если вы можете Установить Или скачать программу То лучше сделать это сейчас В принципе Вы можете смотреть Потом там Дома сделать это Вместе со мной Через запись Либо делать Последовательно Вместе со мной Ну как бы Как вам удобно Я сейчас опять же Буду показывать Свой экран И вы можете Там Задавать какие-то вопросы Я буду возвращаться Периодически Но посмотрим Как это будет Опять же Как я уже сказал Что я раньше Это устанавливал У меня все работало Но сейчас Я специально Все удалил Чтобы это было понятно Как действительно Это устанавливать И надеюсь Что не будет никаких проблем Окей Так Я тогда Снова Включаю Демонстрацию Экрана Так Что-то Где ничего не происходит Так Окей Так Теперь вы видите Мой экран Итак Значит Первое что вам нужно Сделать Это установить Mozilla Thunderbird Это такая Почтовая программа Который скачет На ваш компьютер Еще раз Ссылка вам кину Скачиваем Нажимаем И в принципе Все просто Значит Естественно Что я уже скачал И вот У меня дистрибутив Я просто нажимаю И встану В принципе Это делается Достаточно быстро Ну и в Windows Я тоже думаю Что это быстро То есть ничего сложного Как обычно Как любую программу Устанавливать Сейчас пройдет Несколько секунд В принципе Конечно Есть еще разница В том Например Какую именно Почту вы используете То есть Какую почту Вы будете Привязывать К почтовому Клиенту Своему Ну Не знаю Мне кажется Нюансы есть Но они В принципе Одинаковые Везде Так Сейчас посмотрим Программа должна Установиться То есть Вот она Появилась У меня В списке Программ То есть Я это окно Могу Закрыть И открыть Собственно Почтовую программу Точнее Не почтовая Программа Дистрибутив Да Процесс Пока вернусь К вам Да Ну В общем Если какие-то Вопросы Пишите Так То есть Когда первый раз Я запускаю программу Мне спрашивается Там А можно ли Там импортировать Там Какие-то учетные записи Или еще что-то В общем Интегрировать В общем Я не знаю Что это такое Я это отменяю И я Сейчас Буду использовать Существующую почту То есть Сначала Тут предлагается Либо создать новую Либо существующую Вот я нажимаю Существующую И соответственно Я ввожу тут Ту почту Которая у меня есть У меня есть почта На gmail Ну там я ввожу Допустим Ими и фамилию И ввожу Mail И свой пароль Так Свой пароль Тут вот В общем Мне спрашивает И map Или pop3 То есть Хранить почту На вашем компьютере Или удаленный доступ Мне нужен удаленный доступ Я не хочу Чтобы у меня все Хранилось на компьютере И В новой версии Получается Следующая штука Он у меня запрашивает Значит Доступ к аккаунту Это все связано с тем Что у меня включена Двухэтапная Аутентификация Это значит Что если я Вхожу Например Не со своего компьютера На Свою почту Да Или использую Какую-то другую программу То у меня будет Обязательно запрашиваться Код Код подтверждения Который присылается Мне на По SMS То есть Вот я ввел свой пароль Да И как видите Я не вошел А мне нужно ввести SMS Пароль Который сейчас мне пришлют И я вот буквально Через секунду Введу Да Вот мне прислали пароль И это не является Парольной к почте Это просто временный Как бы код Который нужно ввести Я нажимаю подтвердить И Даю права Доступа К управлению почтой Сандербердом Соответственно Вот у меня почта Настроилась И она буквально Через какое-то время Подгрузит Все ярлыки Всех Папок Которые у меня есть Но суть не в этом То есть Первый этап мы прошли Мы установили Mozilla Ничего сложного В принципе в этом нет Меня спрашивают Эта программа работает Только для компьютеров Или для планшетов Телефонов тоже Я думаю Что мы сейчас говорим Только о компьютерах Поэтому для Мобильных устройств В том числе и планшетов Есть другие программы Но сегодня я рассказываю Конкретно для рабочих Там компьютеров То есть Это десктопы Это ноутбуки Вот для этого Для мобильных устройств Конечно Есть другие приложения Более удобные Окей Значит Мы установили Что дальше Дальше Есть такая Кнопочка В принципе Windows Она наверное тоже такая Это меню Сандерберт И нажимая сюда Тут есть такая вкладка Дополнение Нажимаем Дополнение И у меня Открывается По сути Это можно сравнить Как вот В Google Chrome Магазин приложений Тут то же самое Здесь я только Просто должен ввести Я не GML Это название Такого дополнения Которое позволяет нам Использовать чифрование То есть Вот я ввел Вот она появилась Я жму установить То есть Все достаточно просто И буквально тоже Через несколько секунд Это установится Так Я пока Обратно вернусь 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 Угу Так Ну Что-то у меня Не устанавливается Окей Так У меня она установилась И вот Мне рекомендуется Перезагрузить почту Собственно Я это и делаю То есть Автоматически Просто программа Закрывается Открывается И теперь Все работает И Тут Появляется Настройка Нигмейла Так А мы теперь посмотрим Ну в принципе Можно идти Как здесь написано Да У меня на английском Но у вас может быть На русском Но в принципе Тут достаточно Все понятно То есть Первый вопрос Вас спрашивают Настроить ли сейчас Или потом Мы настраиваем Они гмейл И виды шифрования Прямо сейчас Также можно выбрать Варианты конфигурации Да То есть Можно быть для новичков Для продвинутых Или для экспертов Так как мы новички Мы оставляем так Как есть Дальше Вопрос в следующем Вот Конечно История хорошая В том смысле Что у меня уже есть Да PGP ключ Но Давайте попробуем Создать еще один Потому что Я хочу показать Как это делается То есть я хочу создать Новую ключевую пару У вас Когда вы первый раз Это устанавливаете У вас естественно Не будет никакого ключа У вас будет именно Хочу создать Новую ключевую пару Итак Значит Что вам нужно сделать Это публичный ключ И То есть Вот связка ключа Да Есть открытый ключ И закрытый ключ То есть Вот вам надо Создать эту связку Вот сейчас Надо создать Пароль Который будет защищать Ваш закрытый ключ То есть Тот ключ Который никому нельзя давать С помощью которого Вы будете Именно Расшифровывать И зашифровывать Письма Сейчас я посмотрю Тут Нормально То есть Как именно Рекомендуется здесь Нужно создавать Не просто пароль А passphrase Это фраза Да То есть Почему это лучше Потому что Во-первых Вы можете взять Какое-то предложение И напечатывать его Без пробелов Да Которое для вас Легко запоминаемо А для С точки зрения доступа Да Там На какого-то Мошенника То это будет Намного сложнее Потому что Обычный пароль Мы когда придумаем Ну окей Там 8 символов 10 символов Может быть Да Если это фраза какая-то То это может быть Все что угодно Да Я не буду сейчас Говорить то что я Сейчас введу Естественно Да Потому что Это будет Неправильно Но я могу сказать Примеры Допустим Да Там Вы можете взять Любую фразу Там Название фильма Например Какую-то строчку Из вашей любимой песни То есть Там 4-5 слов Которые вы можете Написать Там Например Вместе Без пробелов И в том числе Например Даже если у вас Ваша фраза На русском языке Вы просто можете Раскладку поменять На английский язык И Условно говоря Вводить Как будто вы Вводите на русском языке То есть Это еще усилит Потому что Это будет вообще Совершенно не связан Символы На латинице И соответственно Это более сильное будет То есть Сейчас вы можете Придумать какую-то Пасфрейс Из 4-5 слов И вот Я сейчас тоже Попробую ввести Так Окей Я вот Придумал Он не совпадает Что ли Сейчас Или Или что Почему я не могу Нажать дальше Ну Допустим Допустим Я ввел еще Так Сейчас Да-да-да И тут рекомендация Вот в следующем Что Ваша фраза Должна состоять Как минимум Из 8 Символов Цифр И знаков Пунктуации То есть Постарайтесь Использовать Все это То есть Вы можете Добавить Какие-то части В середине Или в начале То есть Это не важно Ну давайте Попробуем Знаки Пунктуации Да Интересно Почему Я не могу Ввести Давайте Сотрем И введем Снова Постарайтесь Теперь я ввел Вроде правильно Главное Теперь мне не забыть Что я ввел В общем Вы должны В голове себе Отложить эту фразу Обязательно Потому что Этот пароль Он вам пригодится И вы будете Им пользоваться В принципе Так Я надеюсь Что я запомнил Что я ввел Окей Нажимаем Продолжить И вот Как вы видите Консоль генерации Ключа Проходит какое-то время И он сгенерирован И вам предлагается Еще создать Сертификат отзыва Значит Что это такое Это в случае Если ваш ключ Утерян Или украден Да То вы должны Его отозвать Которую То есть Что такое Отозвать Это значит Что он прекратит Своё действие Вы его Как бы удалите Условно говоря И будете пользоваться Другим ключом То есть В принципе Я рекомендую Это сделать Нажимаем Создать Теперь мы Вводим Passphrase Которую мы Вводили Да Конечно Опять Еще бы вспомнить Что я ввел Так Так Можно сохранить K-Chen В принципе Если вы боитесь Ошибиться Вы можете нажать Эту клавишу У вас будет Показана буква Не кнопочки Вот И соответственно Когда я правильно Все ввел Просто создается Файл Который Копируется На ваш компьютер И вы можете Его сохранить Где-нибудь В закрытом месте И потом При необходимости Использовать Так Я вот Сохраняю Вот он Уже Успешно создан И Продолжаю Теперь все готово Для использования Нигмейл Окей То есть Мы все настроили Так Все отлично Теперь Это мы Закроем И перейдем Теперь в браузер Видеозапись Вебинара Будет Да Алла Спрашивает Будет Так Теперь давайте Мы перейдем Все-таки Сюда И это Чек-лист Который Я уже говорил Значит Смотрите Что мы сделали Мы уже Установили Сандр Бьорд Мы установили Настроили Четную запись Почты Установили Дополнение Нигмейл Создали Связку ключей Открытый Закрытый Сгенерировали Сертификат Отзыва ключа Теперь нужно Обменяться Открытыми Ключами Собеседника Значит Давайте Перейдем Теперь И посмотрим Где вообще У нас Эти открытые Ключи Лежат Так Это мы Сейчас Все Как-то Закроем Условно Горя И теперь Посмотрим Как это Работает И Нигмейл Вот у Нигмейл Есть Такая Вкладка В настройках В принципе Если в Виндосе То тоже Несложно Найти Менеджер Ключей Мы Переходим Смотрим Значит Вот мой Ключ Вот ключи Других Людей Вопрос Только Какой Из них Был Создан Сейчас Ну Наверное Вот Этот Так Окей Просто Я хочу Обменяться Открытыми Ключами Для Этого Что Нужно Сделать Так Вот У меня Пришло 15 Писем Так Ладно Здесь Мы Закроем Значит Нам Надо Мастер Установки Настройки Ну Я не знаю Давайте Спросим У людей Кто-нибудь Из вас Установил Что-нибудь Я бы хотел Просто Посмотреть Так Где У меня У меня Не создается Сертификат О2 А почему Не создается В чем Проблема То есть Если вы Ввели Свой Passphrase То В принципе Нужно Создаться И скачаться На компьютер То есть Там даже Других Настроек Не было Может быть Просто Неправильная Неправильная Пароль Если В принципе Не получается Ничего страшного Вы можете Создать Это потом Совершенно Ничего страшного Так Сейчас я посмотрю Еще тогда Здесь Может быть У меня В программах Есть Нет Вот видите То есть Я тоже Сейчас Не очень Понимаю Как это Делается То есть Что мне Нужно Сделать Сейчас Я хочу Скачать На свой Компьютер Открытый Ключ Так Inigo Mail Менеджер Ключей Так У меня Так Жужжит Ноутбук Что он Хочет Залететь Ну окей Давайте Попробуем По-другому Пойти Просто И создадим Какую-то Почту В общем Когда Вы будете Создавать Почтовое Сообщение Своё Какое-то То у вас Теперь Появится Такая Строчка Я в принципе Могу Выслать Сам Себе Почему Бо И нет Ну То есть Для примера Вы сюда Должны Ввести Имя Адресатор С кем Хотите Впоследствии Обмениваться Защищёнными Сообщениями И вот Здесь есть Кнопочка Давайте Напишем Тема Тест Сейчас Тест Тут Напишем Тест Так Что-то У меня Прям Очень Ноутбук Гудит Так Не шифровать Сообщение Значит Вы можете Это выбрать Для каждого Удобного Случая Либо Делать Это в дальнейшем Использовать Так как Здесь указано Поставить Эту галочку Ну Допустим Давайте Поставим Шифровать Текст Но Не Вложение Нажимаем ОК И Отправляем Что Интересно Вот Давайте Ладно Я Открою Почту Значит Когда Открывается Почта Мне Пришло Письмо В принципе От самого Себя То есть Я Сам Себе Кинул Письмо Пожалуйста И Смысл В том Что Вот Это Письмо Зашифровано То есть Те люди Которые Не имеют Доступа К Ключу И так Далее Они будут Видеть Такую Абракадабру То есть Независимо От того Что вы Написали Там Вот это Будет Вот так Выглядеть Если Бо Я Зашифровал Еще Например Вложение То Я Был Не смог Скачать Открытый Ключ Свой Ну Наверное Есть Какой-то Нормальный Способ Но Вот Собственно Вот Этот Файл Это И Есть Ваш Открытый Ключ Вы Его Скачиваете И Можете Размещать Где Угодно То есть И вот Именно Обратите Внимание Что Вот Это Выглядит Вот Так На самом деле Это Сообщение То есть Можно Попробовать Сейчас Или Чуть Позже Если Кто-то Все-таки Устанавит Чтобы Обменяться Ключами Значит Так Сейчас Я извиняюсь Вот Я Скачал Свой Ключ Единственное Что У меня Текст Но Это Наверное Надо Удалить В общем Вот Ключ Это Файл Это Идентификатор Ключа Внутри Файл Это Полный Ключ Открытый Который Вы можете Где-то Использовать Значит Что С ним Делать Дальше Во-первых Вы Можете Его разместить Точнее Не так Первое Что Вы можете Сделать Это Отправить Этот Ключ Человеку Или Адресатам С кем Вы хотите Обмениваться Защищенными Сообщениями То есть Разослать В принципе Вы должны Всем Либо Разослать Либо На своем Сайте Указать Либо На фейсбуке Давайте Сейчас Войдем В фейсбук Сейчас Секунду То есть Вот Когда Вы смотрите Свой Профайл У вас Есть Контактная Информация И Основная Информация Вот Вы видите Теперь Здесь Появилась Такая Штука PGP Public Key В принципе Возможность Здесь У всех Такая Присоединить Сюда И Вы можете Присоединить Ключ Сюда Как Это Делается То есть Я К сожалению Не знаю Как Это Можно Удалить Но Условно Говоря Вы просто Загружаете Тот файл Который Вы скачали Сюда Вот И Он У вас Тут Размещается И Человек Может Скопировать Его Вручную Либо Как Файл Таким Образом Например Все сообщения Которые Теперь Будут Приходить От Фейсбука Вам То есть Не между Людьми А именно От Фейсбука Вам То Они Разместить Свой Там Открытый Ключ С этим Понятно Окей Давайте Перейдем Тогда Закроем Перейдем В чек-лист И Я просто Здесь Так Это Буду Помечать Условно Говоря Вот Вот Так Можно Уже Зачеркнуть Что Мы Это Сделали Да Давайте Осталось Условно Говоря Пять Пунктов Так Теперь Нужно Вернуться Вебинар И Посмотреть Что Вы Там Пишете Никакого Окошка Не Повлиять Правильно Я понимаю Что Шифрование Писем При помощи Этой Программы Возможно При отсутствии Самой Программ PGP На Компьютере Алло Что Вы Имейте Ввиду То Вы Не Можете Зашифровать Письмо Без Программы Также Вы Не Сможете Открыть Письмо Зашифрованное Без Своего Ключа Программы Могут Быть Разным Но Если У вас Нет Ключа Вы Не Сможете Открыть Зашифрованное Письмо Поэтому Необходимо Установить Такую Программу То есть Это Как Один Из Примеров Да Есть Разный Набор Программ Но Например Thunderbird Да Enigma Это Один из Вариантов То есть Только На тех Компьютерах На которых Установлен Окей Дальше Давайте Перейдем Дальше Попробуем Сделать То Что сделали Если У кого-то Есть Открытый Ключ Уже Вы Можете Например Обменяться Вы Можете Прислать Его Мне Ну Там Не знаю Допустим На рабочую Почту Что Она У меня Все Она Связана Ну Давайте Лучше На мою Почту Да Да Вот Кто-нибудь Мне Пришлите Я Просто Покажу Как Это Выглядит То Вот Именно Выглядит С точки Зрения Программы То То есть Вы Просто Присоединяете Этот ключ Как Я Сделал Да И Вот Сейчас Мы Посмотрим Нам Пришлют Ключ Так Я Перехожу Тогда Сюда Открываю Входящие Так Пройдет Пройдет Какое-то Время Наверное Что-то Письмо Пришло Давайте Посмотрим Не Отправили Так Сейчас У меня Пока Спрашивает Если У меня На домашнем Компьютере Ставят Ключ Я Шифрую Сообщение Я На рабочем Компьютере Не Установлен То Я Не Смогу Прочитать Своё Сообщение У Своей Почти Да Не Сможете Потому Что Я Показал Суть Пример С открытым Ключом И вот Так Это Выглядит Ну Если Письмо Зашифрованное Конечно Да То есть Бессмысленно То есть Конечно Вы можете Отправлять Так же Как вы Это Делаете Обычно Но Суть Как раз В шифровании Чтобы Просто Другие Люди С других Компьютеров Не смогли Иметь Доступ К тому Что Вы Делаете То есть В этом То и Смысл Поэтому Если Вы Отправляете С С Компьютера Кому Адресат У этого Адресата Обязательно Должна Устанавливать Либо Программа И он Должен Иметь Связку Ключей Так Вот Мне пришло Письмо Сейчас Мы его Посмотрим Так Где же Письмо Нажмем Получить Я честно Говоря Забыл Что Теперь Так Вот смотрите Что происходит Вот Например Этот человек Прислал мне Открытый Ключ С которым В принципе Я хочу Да Обмениваться Защищенными Сообщениями Что мне Для этого Нужно Делать Во-первых Вот здесь Так Сейчас Вспомню Как это Делается Тут есть Ключ Вот И Когда я Два раза На него Нажимаю Открыв Меня В принципе Нигмейл Спрашивает Открытие Собственно Получается Что это Ключ Поэтому Если вы Хотите Его импортировать То нажмите Импорт Соответственно Я нажимаю Импорт Импорт Успешно Завершен То есть Теперь Если зайти В Менеджер Ключей То ничего Не произошло Странно Так Так Ну-ка Еще раз Так Хорошо Вошли Значит Вернемся теперь К чек-листу Чтобы все было правильно Значит Почему я возвращаюсь К чек-листу Потому что Там написано Как бы Закономерность Значит Импортировать Открытый ключ Собеседника Значит Что Собеседнику Можно доверять Но Тут Ситуация В следующем Что По сути Вот этот Открытый ключ Который мне Сейчас Прислали Это может быть Не от адресата Который мне Нужен От любого Другого Человека То есть Надо Во-первых Проверить Еще Достоверность Единственное Что Вот у меня Тут написано Импортировать Открытые ключи Перед ссылкой Проверить Ключами Проверить Добавился Собеседник Но К сожалению У меня Почему-то Он не Добавился Сейчас Проверю Еще раз Так Менеджер Ключей Вот Теперь Он Добавился Да Значит Смотрите Следующая Ситуация Какая Теперь мы Должны Проверить Тот ли Это Человек На самом Деле Как Это Сделать Для Этого Существует Следующая Штука Вы Можете Два Раз Нажать И Войти В Информацию Про Ключ И тут У каждого Ключа Есть Следующая Штука Помимо Индентификатора То есть Короткого Названия Есть Такой Длинный Отпечаток Это Такие Наборы Символов Например Чтобы Проверить Тот ли Это Человек Или Нет Вы Можете Просто Например Позвонить Этому Человеку Чтобы Он Вам Продиктовал Либо Еще Каким-то Образом Чтобы Он Вам Предоставил Часть Этих Символов Или Продиктовал Все Символы Соответственно Если Это Совпадает То Отпечаток Верен Соответственно Что Соответственно Тот Человек Который Вам Прислал Ключ Он Является Действительно Адресатом С кем Вы Хотите Обмениваться То есть Таким Образом Проверяя По отпечатку Вы можете Сказать Что Это Злоумышленник Или нет Вот В этом Суть Так Сейчас Я Перейду Вот Сюда И посмотрим Вопросов Пока нет Ну Вот Смотрите Да Значит Таким Образом Ну Допустим Я Говорю Что Окей И Наверное Это сделано Вот здесь Сейчас Да Вопрос Наверное Я же тоже Должен Обменяться Сначала Ключами Да Окей Мы Сейчас Тоже Отметим Ответим И Присоединим Открытый Ключ Отправить Окей Отправили Так Теперь Пожалуйста Тот Кто мне Отправил Этот ключ Давайте Посмотрим Что у вас Произошло У вас Тоже По сути Должно 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 Добавить Мой ключ Так Еще раз Если я Теперь Открываю Это Сообщение И Вот Написано Кнопку Расшифровки Где кнопка Расшифровки Я чуть не вижу Кнопка Расшифровки Реально не вижу Кнопку Расшифровки Очень странно Так Ничего страшного Перейдем Тогда сюда В браузер Да Я свой ключ Прислал Если Письмо Пришло Тоже Напишите Мне А мы Пока Еще раз Вернемся К Собственно Чеклисту Получается Следующее Что импортировать Открытый ключ Собеседника Сделали Дальше Перейти к управлению Ключами Проверить Добавился ли Собеседник Добавилось Ввести пароль К своему Закрытому Ключу Чтобы открыть Собеседника Пока что Не сделали Осталось Три шага Так Значит В менеджере Ключей Смотрим Вот Есть Такое Значит Установить Уровень Доверия Владельцу Ключу Полностью Доверяю Абсолютно Доверяю Минимально Доверяю Давайте Нажмем Полностью Доверяю Интересно Что это Изменит Так Ну В принципе Наверное Тут нельзя ничего Разшифровать Потому что Тут ничего Нет Давайте Мне Пришлите Пожалуйста Еще Какое Письмо Зашифрованное Ну Там Какой Текст Зашифрованный Ну Там Строчку Какую Нибудь Чтобы Посмотрели Как Это Работает Да Да Вот Мне Пишет Как Раз Что Сейчас Пришлю Ок И Сейчас Посмотрим Как Это Работает Так Сейчас Вернемся Обратно В Почту Сейчас Через Какой Этот Момент Мне Придет Письмо То есть Если у Кого-то Еще Есть Открытые Ключи Вы Также Можете По Сути Обменяться Ими Либо Пока Разместить Их Где-нибудь У себя То есть Это Файл Либо Вот Этот Вот Текст Который Собственно Содержится Внутри Файла Вот Это Вот Все Это Ключ Вот Это Все Так Сергей Где Ключ Сергей Отправили Пока Что Нет Письма Небольшая Заминка Ничего Страшного Осталось На самом Дель Не так Много Шагов Чтобы Было Понятно Так Нажмем Получить Да Вот Мне пришло Сообщение Ок Вот Какое-то Пришло Важное Сообщение Значит Что Мне С этим Делать Для Того Чтобы Расшифровать Как я Уже Сказал Получается Следующее Я должен Ввести Свой Пароль К Закрытому Ключу Только Он Позволяет Открыть Зашифрованные Сообщения То есть То Что Вы Создавали Когда Пару Ключей Вы Вводили Пароль Соответственно Это И есть Тот Пароль И Сейчас Я попытаюсь Его Еще Раз Вести Так Вот Что-то Я неправильно Ввел Давайте Еще Раз Попробуем Вот И Как видите Все Произошло Успешно И Теперь Я смог Его Расшифровать То Есть Все Очень Просто Но Теперь Если Мы Зайдем В Почту Мою Здесь То Вот Это Выглядит Вот Так И Все То Как Вы Видите Вот Тот Текст Тот Текст Который Есть На Самом Деле Однажды В Зимние Поры Я Вышел Более Мороз Его Не Видно И Никто Не Увидит Кроме Двух Людей Кроме Адресата И Кроме Вас Соответственно Вот В этом То есть Вся Суть То есть Всю Любую Информацию Который Вы Хотите Прислать Конституционную Важное Пожалуйста Ограните Себя От Того Чтобы Там Ну Был Какой-то Доступ Из Вне И Соответственно Вот Используйте Шифрование Так У нас Осталось Несколько Чек-листов Значит Вести Пароль К Так Это мы Открыли Проверить Доверить Подлинность Ключа Это мы Сделали Сверить Отпечатки Это Тот Вот Фрейз Ну Условно Говоря Я Сергею Типа Доверил Копировал Несколько Буковок И посмотреть Вообще Тот ли Этот человек И нет Так Подписать Ключ Собеседника Сейчас Посмотрим Что это Такое Подписать Ключ Наверное Тут не надо Потому что Мы это Уже Сделали Потому что Мы доверие Уже Выставили Давайте Посмотрим Менеджеры Ключей А вот Показать Подписать Ключ Вот Здесь Можно Подписать Ключ Это Значит Вы Полностью Доверяете И То есть Вот Подписываем Ключ И Вам Спрашивают Насколько Тщательно Вы Проверили Действительно Ключ Который Вы Собираетесь Подписать Принадлежит Указанному Выше То есть Это Сделано Для Того Чтобы Каждый Раз Не Спрашивайте Тот ли Это Человек Или Нет Ну Я могу Поставить Что Я Провел Обычную Проверку Вставлю Окей Так Я Теперь Ввожу Свой Код Опять Оп Кстати По статистике Когда Человек Вводит Код И Ошибается В Одно Или Двух В одном Или Двух Символов По-моему Чего-то Все Стирает Потому Что Действительно Наверное Это Быстрее Набрать Заново Чем Исправлять Видимо Неправильно Еще раз Да Ну Давайте Еще раз Попробуем Последний Просто Просто В общем Нажму Cancel Потому что В чем-то Я ошибаюсь Ну не суть В общем Это понятно Когда вы доверяете Человеку В конце концов Подписываете этот ключ Это значит Все окей И еще Немаловажный факт Который Я хотел сказать Это Значит Когда вы кому-то Пишете Так Сейчас Вы можете Во-первых Зашифровать сообщение А можете Подписать сообщение Смотрите Значит Зашифровать Это понятно Да То есть Человек не сможет Прочитать А подписать сообщение Это значит Что Даже не шифруя Вы можете Дать человеку Понять Что сообщение Пришло именно От вас Потому что Вы подписываетесь Своим Открытым ключом Это словом Грек Как цифровая Подпись Как сертификат И Например Если вы подписываете Документы Или присылаете документы Какие-то официальные То вы можете Использовать Именно подписание Сообщение Это будет говорить о том Что Вы Это именно тот человек Который Как бы является автором И То есть Можно доверять То есть Это немножко Другое Это не шифрование Но тем не менее Это вот именно Инструмент для того Чтобы показать Что вы Это вы Вот Собственно Что я хотел сказать Таким образом Получается Что мы В принципе Выполнили Наши Штуки Кроме Последнего Я почему-то Наверное Просто где-то Ошибся В ключе В пароле В пасфрейс Но тем не менее Я думаю Что Там Вы справились Либо справитесь Когда будете Смотреть Запись Так Переходим К вопросам Теперь Так Милена Спрашивает Если Зашифрованное Давайте Я пока Тогда Это уберу Значит Если Зашифрованное сообщение Отправлено С компьютера Но на телефоне Это вообще Открыть не получается То Да Да Не получается То есть Если Сообщение Отправленное Оно зашифрованное То вы Не сможете Без Специальных Приложений Открыть его Для Телефонов И мобильных Устройств И другие Немножко Приложения Да Которые В принципе Позволяют Использовать Ключи Ваши Да Но Без них Вы не сможете Открыть Опять же В этом-то и Суть То есть Чтобы Люди Со стороны Просто Не могли Иметь Доступ Ну что Если Какие-то Вопросы Еще есть Я с радостью Отвечу И мы Видим Как хорошо С вами Уложились В час В принципе Немножко Может быть Сумбурно Но это Так Как Делается Обычно Людьми Да То есть Я так же Делал Как Обычно То есть Как вы Когда Вот Я Пытался Тыкать В этом Ничего страшного Нет На самом деле Главное Просто Делать Потихонечку И делать И вот Просто Выполнить Вот эти Шаги И тогда Будет Все окей Так Алина Алла А То есть Надо Сразу Программ для Шифрование Возможно Только Почтовых Сообщений А другая Информация На сайтах Билет В гостиниц Например Ну Данный Вебинар Был Предназначен Именно Для Программ Шифрования Электронной Почты Но Если Вы Посмотрите Наши Видео Уроки А я Сейчас Дам Ссылочку То В принципе Там Есть Вообще Информация Для того Как Шифровать Например Сори Как Шифровать Что-то Еще То есть Я правда Не очень Понял Что вы Имейте Ввиду Про Шифрование Сайта Где Билеты Так Сейчас Я Открою Уроки Я Просто Хочу Вам Скинуть Плейлист Ссылка На Плейлист С Видео Уроками Так Еще Раз Шифрование Возможно Только Почтовых Сообщений А Другая Информация На Сайтах Билет В гостинице Например Поясните Пожалуйста Вопрос Я Не Очень Понял Ну Да То Наверное Скорее Сего Это Тот Человек Который Владеет Сайтом Он Обязан Думать О том Чтобы Было Защищенное Соединение Да Это HTTPS Это SSL Сертификат И так Далее То есть Но Это Не с точки Зрения Пользователя Это С точки Зрения Конечно Человека Ну Это Немножко Другая Тема Просто Вот Вопрос Там Наверное Больше Подлинности Да Там Принадлежит Ли этот Сайт Именно Той Организации Чтобы Это Не Было Фишинговым Сайтом Чтобы Вы Случайно Не вели Свои Данные Куда-то Не купили Что-то Совершенно Не то Что Хотите Купить Так Ладно Хорошо А как Много Ваших Знакомых Сотрудников С пользуют Шифрование В работе В коммуникациях А Сейчас Сто Процентов Мы Перешли На Шифрование Данных Именно Конфициальные Почты То есть То что Если нам Надо Отправить Друг Друг Какие-то Пароли Или Какую-то Конфициальную Информацию Мы Обязательно Делаем Это Именно Таким Образом То есть Буквально Мы Ввели Это Пару Месяцев Назад Или Месяц Назад И Сейчас Мы Это Уже Используем Алла Спрашивает Простите Но Возвращаясь К моему Простому Вопросу На моем Рабочем Компьютере Установлена Программа PGP На Том Котором Пользуюсь Сейчас Только Что Установила Mozilla Thunderbird Могу ли Я Использовать Оба Компьютера Взаимозаменяемые Ну Я не очень Понимаю Вопрос Знаете Почему Потому что Смотрите Вот Вы Например Хотите Отправить Защищенное Письмо Зашифрованное И получать Зашифрованную Почту Если Вы Хотите Отправлять Зашифрованную Почту И получать С разных Компьютеров То Вы Должны Тогда Установить PGP Везде Вот Ответ Везде То Нужно Установить Это Везде Потому что Иначе Вы просто На одном Компьютере Не будете Видеть Даже Свои Собственные Зашифрованные Сообщения Милена Спрашивает Есть ли Программы Которые Могут Взломать Ваше Зашифрованное Письмо Теоретически Все Возможно То есть Я не Я являюсь Каким-то Разработчиком Я не Знаю Вот Как Это Работает Но По сравнению С тем Как Просто Получить доступ К вашей почте Да И Взять данные Оттуда И Как Получить доступ К вашей почте А потом Еще Взломать Это Сообщение Ну В принципе Это Практически Нереально Потому что Там Без Без Ключей Практически Это Нереально Да Ну Опять же Мне кажется Что Теоретически Ну Возможность Есть Да Вот Тут Сергей Пишет Что На одном Компьютере Есть Вязка Нигмейл Гну Пегин В принципе Да Главное Чтобы Были Просто Почтовые Клиенты Желательно Которые На компьютере На вашем Они Веб Версии И чтобы Они Поддерживали Именно OpenPGP То есть GNU PG Ну То есть Стандарт OpenPGP По сути Человек Под именем А спрашивает А это Кто по роду Деятельности Журналист Общественная Деятельность И так далее И Пару слов о том Что мы делаем И почему мы ввели Ну и Что нас подтолкнуло А подтолкнуло У нас очень простое решение Потому что мы являемся Сами по себе Образовательным проектом И рассказываем о технологиях И интернете Соответственно Мы По сути Несем информацию Людям И Если бы мы сами Не вводили То о чем мы рассказываем Было бы очень странно И это было бы как Там Сапожник без сапог Поэтому Рассказывая о таких технологиях Мы соответственно Вводим Да А так как мы Образовательный проект Мы Наша главная цель Мы связываем просто Некоммерческий сектор Да И рассказываем ему Как можно использовать Технологии интернет Что такое Прикладное назначение Нет Наше прикладное назначение Это образовательный проект То есть мы Несем информацию О том Как использовать Технологии Можно ли Сандерберт Использовать Gmail Да Я вот только что Установил И подключил Свой Gmail Аккаунт Сандерберт И вот у меня Нормально работал Совместима ли Коммерческая версия PGP Упременутая связка Это надо Тестировать Скорее всего Я не знаю Я боюсь Ошибиться Честно говоря Не знаю Ну да Просто я опять же Как обычный человек Я вот как это понимаю То есть Есть общий стандарт На основе которого Сделано очень много Программ То есть Есть бесплатные программы Есть платные программы Опять же Это там Ну Нацелены Например на физических Каких-то лист Да И на юридических На какие-то компании Соответственно Это может быть Такие просто Прикладные решения Для конкретных компаний И естественно Они будут платными И поэтому Они просто будут Более удобными Но тем не менее Они поддерживают Этот стандарт Да И наверное Скорее всего Они будут Безусловно Взаимосвязаны Ну главный принцип Мне кажется Это можно просто проверить И посмотреть Как это работает Окей Есть ли какие-то Еще вопросы В общем Независимо от того Что вы делаете Вот опять же Мы рекомендуем В принципе Задуматься о том Чтобы шифровать Важную информацию Я надеюсь Что Вы С помощью этого вебинара Немножко более подробно Узнали Как это делается Это реально Не очень сложно То есть даже Обычный человек Может это сделать Вот Окей Если вопросов Тогда нет Тогда говорю Спасибо Так Планируете ли Рассмотреть Вебинары Другие средства Утилита Для шифрования Если такой запрос Будет у людей То да Мы планируем Ну в частности Я Потому что Я планирую Вебинары И если у вас Какие-то есть Предложения Например Вы можете Мне написать По рассмотрению Какой-то Какой-то Конкретной Программы В принципе Да Можно рассмотреть Мобильное устройство Единственное Что минус Для вебинара Очень тяжело Показывать На вебинаре Как это Как это работает На мобильном устройстве Да Потому что Не очень удобно То есть Тут я экран показываю А с точки зрения Мобильного устройства Ну либо Ну конечно Можно как-то подумать Но это будет Не очень удобно То есть Не получится Такого интерактива В прямом эфире Как-то Условно говоря Ну в любом случае Говорю Если что-то Не получается Вы можете Посмотреть И давайте Я еще раз Скину Сейчас Сейчас Я сам делал Видеоурок Один из Как раз В прошлом году По установке Если у вас Что-то не получилось Вы можете В том числе Пересмотреть Этот вебинар Либо еще Вот этот Видеоурок Так Еще кто-то Спрашивал Про презентацию Давайте я Да Сейчас я быстро Просто Скачаю И дам вам ссылку Буквально Несколько секунд То есть Если у вас Есть какие-то Запросы По проведению Вебинаров Пожалуйста Пишите мне Я с радостью Как бы Рассматриваю Эти варианты Так Сейчас Секунду Так Просто Еще раз Напишу Свою почту Чтобы Если какие-то Вопросы будут Так И сейчас Дам ссылочку Так Пока я скинул Вот сюда Но потом будет Пострелиз на нашем сайте Это просто Я быстро Скопировал В pdf Рекомендую Читать наш сайт Также Сходить На Meetup Который будет О котором я говорил Я сейчас Еще раз Скину ссылочку Который будет 2 числа В 7 часов вечера В офисе Mail.ru Прошу прощения Так Скидываю Части бесплатные Соответственно Много полезного Будете Много полезного Сможете узнать Вот что я хотел сказать В общем В любом случае Еще раз вам Спасибо большое Надеюсь Было полезно И тогда Я выключаюсь Вот А вы можете там Скопировать Какие-то ссылки Я буквально Некоторое время Закрою Вебинар Спасибо за субтитры